Песни, после которых приходится скрываться за границей и в какой стране роль женщины в семье определят на референдуме. Об этом и не только далее в нашем обзоре. Илон Маск отправил троих инженеров в Таиланд, чтобы помочь спасти детей из затопленной пещеры. Предприниматель также передал необходимое оборудование. Юношеская футбольная сборная находится в ловушке уже 15 дней. Дайверы передают детям продукты и забирают письма мальчиков их семьям. В записках подростки пишут о том, как мечтают вернуться домой, но просят родных не волноваться. Во время испанского забега быков пострадали пять человек. Участники должны были бежать перед быками по улицам Памплона протяженностью один километр. Пострадавших доставили в ближайшую больницу через несколько минут после начала забега. Одного из них бык травмировал рогами. Из-за дождя, который прошел перед забегом, дорога стала более скользкой. Испанский суд приговорил рэпера Вальтони как к трем с половиной годам тюрьмы за оскорбление королевской семьи и прославление терроризма. В своих песнях музыкант нелестно отзывался о полицейских и даже воспел повешение короля. Чтобы избежать наказания, рэпер сбежал в Бельгию. Сейчас, по его просьбе, суд в Брюсселе пересматривает дело о его аресте. В Ирландии роль женщины в семье определят на референдуме. Правительство страны решило пересмотреть 41-ю статью Конституции, где сказано, что матери не должны работать в ущерб своим семейным обязанностям. Министр юстиции заявил, что такая статья неуместна в современном мире. Референдум проведут в один день с президентскими выборами в октябре этого года. Чрезвычайная жара заставила жителей Южной Калифорнии оккупировать пляжи. Температура в центре Лос-Анджелеса выше 41 градуса по Цельсию. Экстремальная жара в сочетании с высокой влажностью создают крайне сложные для людей условия. Калифорнийцы ищут спасения в океане и заведениях с кондиционерами. По прогнозам синоптиков, высокая температура продержится еще несколько дней. Резвящийся Южный Кит появился у берегов Новой Зеландии. За такое редкое событие жителям Валингтона пришлось заплатить ежегодными ферверками во время празднования Маорийского Нового года. Мэр города запретил салюты, чтобы избежать непредвиденного поведения кита. Но горожане с удовольствием фотографируются с гигантом. Валингтонский кит уже стал героем соцсетей. Валингтонский кит уже стал героем соцсетей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова